Дайджест недвижимости. Кировская область попала в список сданных домов, жильцы которых уже были заселены. Среди них дома в Амутнинске и в поселке Ленинское. Активисты ОНФ напомнили, дом в Амутнинске построили из СИП-панелей. Всем переселенцам дали квартиры студий, в которых нет коридора. Санузел в них выходит сразу в жилую комнату или на кухню. Зимой температура в некоторых жилых помещениях не превышала 15-16 градусов. В аналогичной западне оказались переселенцы поселка Ленинское Шабалинского района. Здесь люди также замерзают в холодных студиях, где установлено только по одной батарее, сообщает портал Ньюслер. В ОНФ заявили, что обращения по всем выявленным фактам уже направлены в прокуратуру. Также представители ОНФ пожалуются в Минстрой России. Дайджест недвижимости. Продажа недвижимости принесла городу 200 миллионов рублей. Это в два раза меньше, чем планировалось. Таковы данные за 2016 год. Отчет об исполнении программы приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы вынесен на заседание Гордумы. Согласно документу, всего в прошлом году городские власти продали 45 объектов на общую сумму в 214 миллионов рублей. Предполагалось продать, судя по планам программы, порядка 70 зданий, помещений и земельных участков на 430 миллионов. Дайджест недвижимости. Арендаторам муниципальной недвижимости предложили участвовать в конкурсе цветников. Такое же предложение городские власти адресовали и покупателям зданий и помещений. Заявку на участие предлагают подавать в 405 кабинет здания Горадминистрации Новоровского, 39, или на адрес электронной почты удмс-собака-адмкиров.ру. Подробнее со всеми условиями конкурса можно познакомиться на сайте Горадминистрации. Напомню, в этом году власти города планируют засадить цветами 100 тысяч квадратных метров клумб. Это в два раза больше, чем в прошлом году. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.